Не смотрите на ее простую одежду служанки, она специально подшита таким образом, чтобы не стеснять движения. Униформа птицы мясника удобна, практична и вызывает ностальгию по родине. Ее когти и клюв, рапира и нож, ее умения совсем не ограничиваются рассказами и пением. Всем привет, мои дорогие друзья, и сегодня мы с вами рассмотрим беженку, которая была вынуждена покинуть свою страну еще в далеком детстве. Несмотря на возраст, ее движения также быстры, руки ловки, а глаза точны. Итак, встречайте, птица мясник, и лучше не расспрашивайте ее о прошлом. Део Крю, такое у нее имя, но я буду называть ее Биби. Атакующий герой универсал, что не может похвастаться огромным уроном, но без проблем возьмет на себя различные роли в драке. Ее удары ослабляют противников кровотечениями, острая рапира прошивает броню, воодушевляющие речи вдохновляют соратников, ловкими движениями она защищает нуждающихся, а бранным словцом массово размечает монстров. Но обо всем по порядку. Первым навыком она пронзает противника, как птица мясник свою жертву. И это многофункциональный удар с полным уроном, восхитительной точностью, приятным шансом нанести полуторный урон и обычным кровотечением. Мало этого, область активации приема с первой по третью позицию совпадает с областью применения, поэтому ближний тыл группы противника не уйдет безнаказанным. Безусловно, замечательный удар, необходимый каждой раскладке. Вторым умением она срезает троих противников сразу, ослабляя их чуть менее сильным кровотечением, попутно понижая сопротивление к нему. Да, урон сильно ослаблен, но точность также хороша, крит слегка повышен, и использовать можно со всех трех первых позиций. Это идеальный навык для добивания и драк с противниками без сильного сопротивления к порезам. А вот дальше идет очень ситуативная вещь. Из авангарда Би-Би насаживает словно на вертел тылового монстра, нанося половину урона с хорошей точностью и чуть повышенным шансом на крит. Бонусом идет случайное перемещение цели внутри группы, а также ослабление ее брони и точности. Прием неплох, понятно для чего его использовать, но учитывая, что первый навык дотягивается до третьей позиции, чаще намного проще сначала обезвредить тройку, а потом браться за четверку. Следующим идет самый мощный удар героини. Она наносит урон с потрясающей точностью, прыгая на три позиции вперед и с тыла по любой цели, с сильно увеличенным уроном и шансом крита. Попутно сбиваются навыки защиты, если они были наложены, и накладывается запрет на их дальнейшее появление. Мало этого, за каждый отрицательный статус, яд, кровотечение и метка, дополнительно сверху накидывается еще горочка урона, а героиня накладывает на себя метку. Забегая вперед, скажу, что Биби и сама не дура наложить на монстра метку, но эта метка держится два хода вместо положенных трех. Поэтому лучшее применение этого навыка – удар в начале боя для выведения из строя особо мерзких тварей третьей и четвертой позиции. В бою с боссами не могу посоветовать. Пятый навык – это обычное усиление на манер того, что есть у шута, но тот поднимал точность, а Биби – уклонение. Ну и про скорость и шанс усиленного удара не забываем. В принципе, а почему бы нет? Если любите использовать шута как усилителя, то и она вам понравится. Предпоследнее умение – проявление преданности товарищу. Мощнейший навык защиты. На голову выше того, что есть у собачника. Судите сами. Много добавочного уклонения. Три хода защиты. Статус контратаки с повышенным критом и порезанной на четверть атакой. Еще использовать можно из любой позиции, двигая себя чуть вперед. Благодаря этому навыку Биби – лучший танк через уклонение, которого я вообще видел в игре. Очень советую к использованию. И последний навык – массовое наложение метки на трех противников с помощью нелитературных выражений. Мало массовости, она еще и урон снижает у целей и уклонения, и невидимость прошивает, но не сбрасывает. Минус уже был озвучен. Метка держится два хода вместо трех. Реализовывать надо быстро. Впрочем, высокая скорость героини в этом нам поможет. Так что тут все схвачено. Ах да, при использовании она отскакивает назад на одну позицию. Не забывайте этого. Пробежимся по навыкам привала. Обеспечив сохранность лагеря от ночного нападения, Биби также сильно снижит шансы внезапного нападения и повысит шанс разведки. Но заплатить придется не только четырьмя единицами времени, но и большой частью здоровья. Аж 40%. Без подобных жертв за три единицы времени можно заточить рапиру, приятно увеличив точность ближнего боя и шанс на полуторный урон. Добрая душа всегда подлатает вещи соратников, слегка снизив стресс в себе и компаньону, у которого стойкость рассудка усилится аж на четверть. И, рассказав сказку на ночь, Биби сильно снизит стресс в себе и зачастую с союзником. Но иногда ее сказка оказывается довольно будоражащей и рассудок отнюдь не крепнет. Каков итог? У героини нет прям особенных навыков. Дополнительных боссов, убер-приемов или супер-истории. Но, во-первых, как я уже говорил, это лучший танк через уклонение. Очень немногие твари смогут попортить ее униформу на первом ходу и почти никто уже со второго. Во-вторых, ее рапира достаточно длинна, чтобы с легкостью дотягиваться до тыла противника и упокаивать нежелательных персонажей. В-третьих, украшения. Сразу уточню, что украшения кристальной фермы и кровавого дворика идут отдельными дополнениями. Начну с побрякушки за кристаллы, подарка торговца. Тут всего две строчки, но в каждой из них сила. Итак, первый прием Биби начинает прошивать любую броню цели, а каждое применение атакующих навыков раз через два будет усилять ее на треть. Кажется, комментарии излишни. Покупать надо сразу, как только этот артефакт появляется в поле зрения и есть необходимая сумма в кристаллах. Одеваем и никогда не снимаем. Украшения кровавого дворика довольно странны, на мой взгляд. Нефритовое кольцо дарует сопротивление кровотечению, ослаблению и оглушению ценой сильного снижения шанса наложения кровоточащих ран. А портрет королевы усиляет навыки ментального лечения на привале на треть и повышает стойкость к смертельному удару на 20%. Бонусы набора невелики. Дополнительное здоровье в 12% и зачем-то слабенькая броня. Честно, сделано все хорошо. Под них подложена история героини. Но они бесполезны, ибо усиляют совершенно не те параметры, вокруг которых играется героиня. Неожиданно подвезли питомца из дополнения Пэтс, собачку Сейдж. И она хороша. За почти половину рациона Би-Би добавляет дружественному навыку слабенькое снятие стресса, а в третьих случаях лечение на 2 единички сразу или регенерацию с той же силой на 2 хода. ХЗ почему так, это не описано, но факт есть факт. Срабатывает либо одно, либо другое. Но главный плюс – мощное усиление длительности налагаемого кровотечения, что просто идеально сочетается с ее массовым умением, увеличивая длительность с 3 ходов до 5. И на сдачу небольшой подхил себя за уничтожение монстра, с тем же шансом 33%. Очень приятный питомец, если мы собираемся использовать героиню именно для кровопускания. Есть одна тонкость. По неизвестной мне причине сейчас это не работает с массовым усилением Би-Би, а только с умением защиты. Если это пофиксят, то Сейдж запросто выиграет все конкурсы домашних животных по всем номинациям, так как тогда ее снятие стресса станет массовым. Что же у нас там с классовыми украшениями? Когти тигра обладают довольно странными бонусами. Крит при освещенности ниже 50, усиление урона на 1 пятую против людей и слабое сопротивление к ослаблению. Очень мало ситуаций, когда оно бы пригодилось. Бамбуковое копье напротив. Отлично подходит для Би-Би на первой позиции, давая ей просто уйму урона, но много срезает при нахождении на 4 позиции. Сильно теперь четвертый навык не задействуешь. Конфетки обеспечат питомца едой, а нас чуть более крепким рассудком, что не сильно нужно, но не бесполезно. Шелковая одежда дарует скорость, шанс разведки и снижение шанса быть застегнутыми врасплох, но только при половинной освещенности. И это вполне зайдет любителям походить в потемках. Очки внезапно повысят точность и шанс демонтировать ловушку, что на низких уровнях очень даже пригодится. Платочек даст сопротивление ослаблению и порезам, и это можно использовать довольно долго, вплоть до появления редких украшений. Как и мешочек для вышивания, который повышает шансы на входящее и исходящее кровотечение. В общем, совсем бесполезных вещей тут нет. Что-то кому-то может зайти под определенный стиль игры. Из ванильных украшений хочу отметить флажок Вильбура с хорошим уклонением и сопротивлением к оглушению. И куртку смотрителя, самым большим бонусом к уклонению в игре и ослаблением рассудка. Это идеальные украшения для танкующей героини. Кого же взять с ней на привал, послушать страшные сказки. Если группа рассчитывает на кровотечение, то хорошим выбором будет бичевальщик, снижающий нужные сопротивления и подлечивающий при необходимости. Разбойник из тех же соображений, плюс больший прямой урон. Можно даже прихватить чуманую докториню, которая может махать ножом из третьей позиции с хорошим шансом пустить кровь или шута для тех же целей, плюс снятие стресса. Если же группа собирается бить в метку, то охотник за головами и прочие мушкетерки будут кстати для уничтожения монстров после массовой разметки. А если уж Биби будет танком, то вообще плевать кого брать, хоть трех крестоносцев берите к себе в группу. И по мелочи, как всегда, с ловушками справляется хорошо, если подсветили такую, то можно отдать ее на откуп Биби. Каждый крит ослабляет стресс на 16%, на два хода и... Ну я не знаю, живите с этим. Спасибо за просмотр, ставьте пальцы туда-сюда, тыкайте в красные кнопки, пишите и до новых встреч в темнейших коридорах.